Чтобы узнать о начинающейся оттепели, большинству тверетян не нужны ни градусники, ни прогнозы погоды. По нелепой, но уже сложившейся традиции, первыми о потеплении дают знать плачущие крыши тверских домов. Отчасти виной протечки является избыток снега и равнодушие коммунальщиков. Но бывают и такие случаи, когда кровля дает течь как раз наоборот, из-за чрезмерного усердия работников ЖКХ. Подтверждением служит дом номер два, расположенный на площади Гагарина. Как рассказывает Марина Бурлак, коммунальная действительность вполне устраивала жителей до 2011 года. У нас, наш кровельщик приходил, у нас ничего не было. Как администрация вызвала, я живу здесь с пятого года. 19 февраля, вот с пятого года я здесь живу. Это 8 лет я уже здесь живу, никогда не было, пока до 2011 года не почистили эту крышу. Вот и все. Тогда представители управляющей компании МУП ДЭС посетили плачущий дом, оценили масштабы протечки и ушли. Выводы специалистов нашли отражение в письме тверетянам только в октябре 2012 года. Среди причин, как указано в ответе, плохой воздухообмен и наличие в квартире пластиковых окон. Как это влияет на разрушение крыши, остается непонятным. Зато вполне очевидна связь между появившейся в крыше дыркой и некачественной работой кровельщиков. Тогда спасение от потопа пришло только весной, когда закончилась оттепель. Но этой зимой кровлю вновь напомнила о себе. А тогда у нас вообще капало. У нас здесь такой угол. Вот, с этого, правда, мало, мало. А теперь идет от кухни у нас. У нас в том углу тогда не было такой. Я говорю, и зачем я здесь ремонт делала? Зачем? Руки ломала, нервы мотала, убирала. Зачем? В смысле? В отремонтированной комнате пахнет сыростью, а на стенах уже появились желтые подтеки. В другом помещении появилась плесень и кое-где начали отходить обои. Ремонтировать кухню жильцы так и не решились. И, видимо, не зря. Как рассказывает Марина Бурлак, за шесть дней едва заметное мокрое пятнышко разрослось почти на пол стены. Впрочем, такая картина открывается не только в этой квартире. Другие жильцы тоже встречают оттепель с тазиками на готове. На третьем этаже угловой подъезд. У нее вообще замкнуло... Говорит, у них вообще мокрый угол. Вообще полностью. О том, что дом постепенно размывает протечки с крыши, догадаться нетрудно. Об этом весьма красноречиво говорят подтеки на фасаде здания, а в некоторых местах и кусками отвалившаяся штукатурка. Жители уверены, что если работники ЖКХ не предпримут срочных мер, то весну дом номер два на площади Гагарина может и вовсе встретить с дырками в стенах и промоинами в потолках. Алиса Титова, Илья Чечен, РМТВ-пилот. Редактор субтитров А.Семкин